основная идея основной мотив того что я увлекся таким гумитарным направлением скажем так в отличие от технических традиционно которые присутствуют в отряде космонавтов это то что пойму по моему мнению космонавтика платежная космонавты космонавтика должна безусловно что-то постоянно привносить в систему образования в частности в школьную систему образования поэтому сначала возникла эта мысль потом эта мысль обрела определенные формулировки и я начал постепенно уже работать более целенаправленно или как говорят на необходимо сузиться в научном исследовании и вот пришлось сузиться несмотря на то что я стремился такой философской философской педагогической работе но получилось она философской педагогической но сужены сужена до понимания космонавтики и экологии а по поводу вуза безусловно здесь достаточно много традиций это было известно потому что вузу уже действительно 70 лет есть здесь безусловно хорошие и опытные преподаватели одним из которых стал мой научный руководитель ситаров вячеслав алексеевич он свое время работал и в звездном городке и чуть позже мы с ним познакомились и таким образом как совпало мой интерес и его возможности подправить меня такой науки как педагогика все это как-то вместе сошлось и все это сошлось вот на в данном месте данной территории в таком очень интересном вузе на самом деле по эмоциям когда вот приезжаешь сюда то есть за забором остается все весь как сейчас говорят негатив все отрицательное что может быть и здесь находишься в таком положительном спокойном можно сказать урновешенном и самое главное творческом настроении собственно в космонавтике я достаточно давно можно сказать с детства читая книги и затем вуз специальность отряд космонавтов полет и полет я совершил 2012 году длительность четыре месяца 125 суток это было практически лето интересная пора с точки зрения наблюдения за землей над нашей территории когда пролетаешь у нас здесь лето поэтому было в общем то интереснее чем зима и так 12 год и во время полета много было конечно интересных задач много медицины биотехнологии но я бы выделил все то же направление исследований и развития этого направления это образовательные эксперименты на борту международной космической станции но с точки зрения инженерной это безусловно сейчас надо понимать нам всем о том что у нас есть космический порт настоящий космический порт такой же как существует морской порт на берегу морей и океанов в космосе вокруг земли летает наш космический порт называется международная космическая станция и вот понимание того что такая инженерная система работает прибывает корабли с грузами с космонавтами убывает обратно на землю то есть эта система работает я бы сказал что вот это очень важное достижение в нашей пилотируемой космонавтике в отряде космонавтов безусловно очень напряженная работа многие годы и постоянно находишься в этой системе то есть мы как студенты по сути с утра и до вечера учимся особенно конечно важен первоначальный этап это несколько лет когда мы изучаем бортовые системы достаточно интенсивно и глубоко и предполетный этап тоже тоже года два занимает то есть тоже достаточно интенсивная и здесь конечно главное как-то распределить силы у нас с давних пор есть в центре подготовки космонавтов психолог он наверное начинал работать еще с первого отряда космонавтов и у меня свое время посоветовал когда только пришел в отряд сергей сказал наш заслуженный психолог иди ну или старайся вести дневник и вот так я прислушался к его совету и до сих пор стараюсь вести дневник особенно в те периоды безусловно когда идет интенсивная нагрузка когда целый день занят и время остается только поспать и снова идти на занятия на тренажеры то есть желательно вести дневник где оставляешь свои записи он помогает более системно подойти вот к своему рабочему дню я тоже сказал то есть несмотря на то что есть расписание но вести дневник тоже желательно так так же как нас учат в школе вести дневник также и эта традиция должна перейти и в общем-то наши и студенческие годы и потом профессиональную профессиональную сферу если взять широко систему образования я больше даже сконцентрировался бы в этом ответе на школьном образовании потому что у меня диссертация посвящена школьному образованию и ребенок сейчас тоже в 7 класс входит то есть все это мне близко и я замечаю к сожалению такую тенденцию может быть она уже давно существует сожалению такая отрицательная тенденция то что из системы школьного образования ушла система воспитания то есть я сравниваю свое детство свои школьные годы да когда это были 70-е годы студенческие годы это 80-е годы то есть мы все были тогда и пионерами и комсомольцами и ну лично мне например это здорово в жизни помогло то есть будучи достаточно активным таким школьником подростком мне вот эта система позволяла реализовать свои и интересные творческие я бы даже сказал планы замыслы то есть постоянная вовлеченность в работу с коллективом постоянное получение работы на результате достижения этого результата эта система воспитания которая была она как раз именно была и направлена на получение вот именно результата из какой-либо идеи из мечты может быть из мысли то есть это большая была помощь сейчас к сожалению я вижу я часто бываю школах то есть практически каждую неделю я бываю школах езжу с с выступлениями с лекциями и видно что ребятам этого не достает ребятам рассказываешь о космонавтике глаза у них загораются но видно что что то есть они находятся постоянно в своем возрасте в поиске идеи в поиске мечты а вот система воспитания к сожалению нефть которые практически отсутствует вот все видно что им надо помогать им надо помогать всем воспитания отсутствует и в основном и поэтому им тяжело сейчас может быть даже чуть тяжелее чем нам было тогда тяжелее в том смысле чтобы найти себя найти себя вот в этом раннем возрасте и найти правильную дорогу затем уже в юности то есть вот это я считаю большое по поводу успеха хочется сказать что у нас в отряде космонавтов всегда желают удачи но по поводу формулой успеха я бы сказал так но это не мои слова эти слова я нашел у одного известного летчик-космонавта дженебекова будучи еще тогда студентом может быть когда я заканчивал школу примерно в этом возрасте идея такая которую я стараюсь очень-то следовать сомневайся и верь сомневайся что все острова законы звезды открыты и верь что тебе предстоит их открыть этой формуле я стараюсь как-то придерживаться потому что мне интересно жить согласно такой такой постановки скажем так вопроса 70 лет вузу действительно это достаточно длительный период я бы сказал что в течение этого периода были заложены такие фундаментальные традиции это очень важно для каждого вуза в частности для такого интересного одного из первых вузов я даже сказал нашей стране те традиции которые были заложены они в общем-то действительно постоянно развиваются и главное чтобы системе этих традиций продолжали развиваться и студенты получать знания воспитываться это очень важно и конечно не останавливаются придумывать новые направления новые традиции не главное чтобы студентов было побольше и аспирантов тоже и и